Всем привет! Сегодня у меня три необычных фильма. Это и триллер, и драма, и комедия. Всё вперемешку. Итак, первый. «Империя комаров. 2020 год. Польша». Режиссёр Филипп Ян Рымша. В ролях Бон Ап, Шарлотта Вега, Джек Кесси. Продолжительность 1 час 40 минут. Ужасы, триллер, драма. Сразу предупреждаю, не всем понравится этот фильм. Далеко не всем. С одной стороны, когда его смотришь, возникает мысль, что это какой-то бред. А с другой, атмосфера, съёмки и саундтрек создают неповторимый стиль. Здесь явно преобладание стиля над содержанием. Именно этим он мне и понравился. А так это дело личного вкуса. Ну и что-то необычное и новое. Финансовый аналитик Ричард Бока переживает нервный срыв после того, как обнаруживает сбой в своей финансовой компьютерной модели, которая приносила его фирме огромные прибыли. В то же время его квартира наводняется комарами, которым Ричард начинает создавать идеальные условия для жизни и их количество начинает расти в огромных масштабах. В конечном итоге Ричард позволяет им питаться своей плотью. Это действительно классный и необычный малобюджетный фильм. Отличный и непредсказуемый сюжет, который поднимет вам настроение. И как бы хотелось, чтобы так было в реальности. Но, увы, такое бывает только в кино. Сюжет. Джеффу по жизни не везет. Он потерял работу, которую получил месяц назад. Его девушка Саманта очень недовольна. Ее достало такое положение вещей. Джеффу ничего не остается, как начать работать водителем на своей машине. Но в первый же день машина ломается. И на ее ремонт требуется тысяча долларов. Джефф не знает, что теперь делать. Но Саманта поддерживает его и предлагает мыслить позитивно. А заодно ее друг как раз отправился в путешествие по Индии. И оставил свою машину на это время ей. Она предлагает Джеффу пока поработать на машине друга. Ну а что из этого получилось, посмотрите сами. Третий. По соседству. 2021 год. Германия. Режиссер Даниэль Брюль. В ролях Даниэль Брюль. Петер Курт. Рик Эккерман. Продолжительность 1 час 31 минута. Драма-комедия. Еще один отличный камерный фильм. Действие которого происходит в одном помещении. И все держится на диалогах и игре актеров. И поверьте, он захватит ваше внимание полностью. И вы не сможете оторваться от него до самого конца. Даниэль успешный актер, который собирается на важное прослушивание для нового фильма. Перед тем, как ехать в аэропорт, у него еще есть время. И он решает зайти в бар неподалеку от дома. Там его встречает не очень дружелюбная барменша. И с ним заводит разговор мужчина по имени Бруно. Который, как выясняется позже, не просто так с ним заговорил. А знает о личной жизни Даниэля слишком много. И разговор становится все более странным. На сегодня все. Смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok